Вы когда-нибудь задумывались о том, что произойдет, если Вышедший в тираж Альфонс Психически нестабильный манипулятор Еле стоящий на ногах дедушка-пердедушка Герой вирусного видео «Конца нулевых» Есть голубые, есть розовые, я фейлетовые, потому что по фэншую Фейлетовый цвет, это цвет бисексуализма И рыжий Трикстер во главе всей этой кампании Ну-ка, вон! Ни с того ни с сего резко подорвутся и полетят в Таиланд в поисках приключений Правильно, появится видео, которое вы сейчас смотрите Всем привет, с вами Кулич И сегодня вашему вниманию будет предоставлен авторский пересказ эпохального события, произошедшего в нижнем интернете Мы гангстер! Гангстер! Russian гангстер! Таиландская ебратория – это коллаборация звезд, трэш-стримов, субтропических декораций, пропитанная летним вайбом, а также напитанная тонной мощнейших завозов Мы с тобой одной крови Ты чё, Маугли не смотрел, что ли? Да, хватит, 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 хватит Ну чё? Дай мне Вы обезьяны, друзья были Против рыжих собак Против жирных свиней На, 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 на Для неискушенного зрителя поездку Ви Джей Линка и компанией в Таиланд Можно описать как Комедийный ролд-муви Где комедия возведена в абсолют И чаще всего доведена до абсурда А.М. Проститушен, проститушен Ха*** вачи Здесь не будет психологического триллера или сложных для восприятия тем Данное видео существует исключительно для поднятия настроения и демонстрации простой мысли Наша жизнь – это самый лучший режиссер и сценарист Кстати говоря, версия без цензуры и рекламы, а также с удаленными сценами уже находится на бусте Ссылка в описании Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, ведь впереди вас ждет незабываемая ржака Аббасака в исполнении полюбившихся нам героев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перед тем, как начнем, хотелось бы уточнить, что все показанное на экране – это образ жизни, который здоровым никак не назовешь Но вместо того, чтобы рассказывать вам о том, как никотин, алкоголь и прочие психоактивные вещества пагубно влияют на ваше здоровье Я лучше расскажу вам о том, как об этом здоровье можно заботиться Более актуального случая для этого монолога придумать сложно Халса Что такое халса? Халса – это сервис по персональному подбору витаминов, который поможет вам начать осознанно заботиться о себе и своем здоровье Как моральном, так и физическом Недостаток отдельных групп витаминов может негативно влиять не только на состояние кожи, волос и ногтей Но еще и на количество энергии в организме, качество сна и переизбыток такого неприятного гормона, как кортизол Он же – гормон стресса Понять, какие витамины вам употреблять и какие нет – одна из самых главных задач халса Опытные врачи и нутрициологи Халса разработали специальный опрос для мужчин Который позволяет выявить нехватку определенных витаминов в организме и подобрать витамины под конкретные цели Вот так, к примеру, выглядит мой набор, подобранный Халса Мой набор заточен под борьбу со стрессом и нехваткой энергии Справляется он со своей задачей на ура Больше не нужно гадать, какие витамины принимать и что с чем сочетается Все это есть в персональной рекомендации Но если вы переживаете, что одного опроса для персонального подбора витаминов недостаточно То можете отправить результаты анализов на почту халса и получить максимальный результат Сервис составит индивидуальный подбор витаминов и отправит коробку с набором на целый месяц Вам лишь остается вовремя принимать их Просто, удобно, а главное – с пользой А еще новый обновленный дизайн коробок выглядит шикарно Вы только посмотрите на эту красоту Кстати, халса подключена к Тинькофф Далями А это означает, что вы можете получить товар сразу Оплатить за него 25% от общей стоимости каждые две недели Без комиссии и без переплат А по моему промокоду Estercake вы получите скидку в 45% Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране И получай уникальный набор витаминов, подобранный специально для тебя Улучшай качество своей жизни всего в пару кликов Вместе с персонально подобранными витаминами Халса У всего, что вы увидите далее, нет ни сценария, ни режиссера Есть лишь операторы, которые по совместительству являются актерами, каскадерами, алкоголиками и тунеядцами Которые решили все бросить и уехать отдыхать в Таиланд При этом транслируя весь свой отдых на камеры мобильных телефонов Практически 24 на 7 За фрагментирование отснятого парнями материала Огромное спасибо каналу Don Siron Без него многое было бы бесследно утеряно А также отдельная благодарность каналу Drachigula Который архивирует годноту, а также лично консультировал меня по теме Крайне советую ознакомиться После приземления далекого от мягкого Компания направляется к небезызвестному коллеге из нижнего интернета Жабычу Топгеймер и компания едут кантоваться к жабычу Эдик, ты водочку хочешь сейчас, нет? Ты что, тупой? Я не понимаю Не, я пытаюсь спросить, что ты хочешь Я тебе уже 10 раз сказал Вино, пиво, что ты будешь? Ничего Ваше величество, что желаю? Ничего Избавившись от пивного пуздона и сисечек, Жрабыч обзавелся недюжей самоуверенностью и, вполне возможно, бессмертием, так как решает сходу начать хамить вору в законе. Пока Жабыч допытывает Эдика, покакал ли он, Линк и Демон выгружают вещи, направляясь к ресепшену первого попавшегося отеля. Свободных номеров в отеле не оказалось. Отсюда у нашей компании начинается затяжной квест по поиску хотя бы какой-нибудь захудалой ночлежки. А завтра мы уже все, с утра все, да. Не идти, что это, все. Ну реально. А так сейчас с сумками бегать. А так сейчас с сумками бегать, ну и куда мы сейчас? В баулы, блядь. Как эти бабушки приедут, блядь. Ну что это такое, без пакетов, блядь. Этих вообще вот здесь с пулькой ходят. И в теплых джинсах. И в подштайнниках. Да ладно. Скитаясь по ночному Таиланду, наша компания не теряет надежды. И тут ребятам улыбнулась удача. Одна комната и две кровати. Не густо, но определенно точно лучше, чем ничего. Можно и отдохнуть. Всем. Но только не Эдику. Молодежь ополчилась против пожилого вора. И начала проявлять в его сторону так называемое неуважение. Немного подкрепившись, решив вопрос с жильем и дальнейшим заселением, Виджилинг и компания отправляются на боковую. Демон, береги свой воровской карман сегодня. Иначе вор Моранги проведает его. Одно одеяло на двоих. Делись. С Эдуардом он тебя привез, правильно. Проснулись. Улыбнулись. Самое время обновить воровской гардероб. Давай возьмем тапки. Что? Ну и тапки, вот. Давай тапки возьмем. Может такие едва? Ну хорош ты. С бусинками. Так, ну очень. Я просто взял, да? Вот тебе, Блэк, типа, ты что, черный? Я ему тоже говорю, что-то на тупака не очень смотрелось. Или на Биг Дэйд. Весь последующий день наша компания занималась переездом. И не абы куда, а в мегагосовский, мегапросовский трехэтажный коттедж. С бассейном, Блэк Джеком, но без штуки. Хотя это вопрос времени. Дело ведь наживное. Далее ребята осматривают окрестности коттеджа. Демон. Подъем, мазаха. И закупаются экзотическим хрючевом. А все для того, чтобы организовать любимым подписчикам гигагамукбанг стрим. Ну, мясо видно там. Ну, кстати, Эдик сейчас только что боком ее откусил. Видели? Чисто прямо, как этот, на лагере. Ну, чисто. Эдик, как человек от этих ваших трендов далекий, на замечание демона дает свой емкий комментарий. Эдуард, ну кто так кушает? Ну, сосиску накусил и положи. Я езжу, твой, как кушать? Я хочу так и кушать. Ты сам не берешься. Ты сам не берешься. Я так лежит на столе. Я поем. На столе лежит, по-моему, еда. Ладно, я понял. Чего ты? Чего ты? Ты мне ничего. Извини, пожалуйста. А ты вот чего? Возьми где-то, включи себе в комнату твою. Порнографию. Разбери. Два куска тебе, два ему. Убери свое, что твое. В комнату. Вот это твое убери в комнату кухи. Разберись. Вы же не хотите разбираться. Сидеть только в езву. Одни. Ты пиздец. Классический эдик. Помимо жареных тараканов и сладких сосисок, внимание стоит уделить дегустации так называемого тысячелетнего яйца. Это когда сырое яйцо в скорлупе покрывают смесью из глины, золы, извести, чая и соли. Затем обсыпают соломой или рисовой шелухой и закапывают под землю. Через три месяца откапывают, чистят и едят. Ну давай, зубами. Раз. А у нас есть какая-то черная. Так ты жуй, ты попробуй вкусить этот вкус. Попробуй вкусить. Вот потому что, видишь, ты боишься... Ты боишься... Ты боишься... Ты боишься всего неизведанного. Попробуй. Нет, нет. Ты посмотри, какой там желток. Желток какой. Нормально, они пишут, спирись. Там не желток, там чернок. Кусай. Чернок какой-то. Желток, словно от чесного. Мункул какой-то какой-то. Туда-сюда. Это сладкое по вкусу? Понюхай. Да понюхай, Эдик, ты даже понюхать не можешь. Спай, давай. Землетрясение. Это... Влад, чекни этот. Экшонов в начальных эпизодах крайне мало. Но, зато в них есть кое-что поважнее. В них раскрывается динамика отношений между персонажами. Идеальный тому пример взаимоотношения между Демоном и Эдиком Моранди. Эдуард! Как настроение? Как тебя вижу, ах... Видишь, стол? Ради наслаждайся, что ты? Вы зах... Бись, блядь. Ну, заткни вообще. Я че говорю, он нам на кольцо. Это он упой. Э, он хейт, кота Базильева с детства доведу. Да? Демон на абсолютных чилочах кайфует и наслаждается солнышком. По-доброму подкалывая своего нового пожилого приятеля. Но пожилой приятель не так просто. И подвох чует за версту. До него идешь... Это че, в ладу? Лес. Опа! Так... Пошли в ладу. Из фантастики. Да пошли вместе прыгнем просто. Ну нахуй, нет. Не, ну это такое же... Это конченый пи***. Самый, кстати, конченый пи***. Наша компания решает зайти в бар и перевести дух. А также внезапно встречает персонажа, который знаком лороведам тупо сплэш не понаслышке. Дамы и господа, встречайте. Руслана. Присаживай. Мы уже тусили раньше, ребят. Это... У нас чувак, короче, он раньше был трансом. Он, короче, водили на голову и сел, короче, с зайцами. Ну не, он переодевался так. Если вы вдруг не знаете, кто такая Руслана, и хотите ознакомиться с этим персонажем во всем его великолепии, милости прошу на мой бустик. Там вы сможете найти версию этого видео без цензуры. И уж поверьте мне, это не самое внезапное камео данного ролика. Впереди вас ждут еще более неожиданные звездные встречи. Далее следует эпизод, который аудитория Линка называет никак иначе, как Балкон ТВ. Тарантиновские диалоги без намека на какой-либо движ. Термин имеет негативный окрас. И так-то оно да, если бы порой персонажи не выдавали подобные перлы. Та баба, у которой челюсть, как ковш. Бывшая циклопа или до сих пор не бывшая? Тут вот спрашивают, смотри, бывшая ли ты циклопа? Мы не встречались. Они не встречались, у них были такие вот околоотношения какие-то. И в результате сражения за самку двух мужчин победил Рустам. Ну а циклоп проиграл, к сожалению. Ну так и вышло. А циклопа балал? А? Да, он не справил. А, чё ты сказал? И спроси ещё. У него здоровый. У кого? У циклопа или как его. Ты так грубо прям? Ты говоришь, у вас циклопом ч*** было? Так и сказал? Не, не, я просто очень сильно, резко. Не, не, я помню. Ты пошёл в доме сидим или в районе? Да, не, не, я просто сказал, может, я просто... Да, да, я в смысле, я помню. Ну да, они типа, у них что-то там это... Было как-то, как-то что-то это... А, ну так чё, у него как-то? У него хороший. Хороший. И тут на сцену выходит новый персонаж. Так называемый Гук. Озорной парнишка, у которого с Ви Джей Линком остался незакрытый вопрос. Гектор! Гектор, выходи! Ё! Гектор, выходи! Гектор это кому? К рыжему! Бет... Бля, я не... Что ж ты не расскажешь, как ты в сортире прятался? От кого? От тебя? Подруби, подруби. Это я же бля... Демон! Погнали за баклой, чё ты с этим рыжим? Пацаны! Около года назад, до описываемых событий, Гук тусовался в отельном номере с бывшей девушкой Линка и нелестно отзывался о последнем в прямой трансляции, за что был немножко отпизжен в фойе того самого отеля. Отойдёшь? Это боевик! Это боевик! Я ты сюда приехал. Зачем я приехал сюда? Не искупаться хочешь? Купай. А зачем Гектор приехал? Ой, ты этот, Ахиллес приехал, Гектор, зачем? Какой Гектор? Данный персонаж и не нуждался бы в представлении, если бы в дальнейшем не начал систематически пиявить в объективе нашего многосерийного блокбастера. Погнали за пивом, у вас закончилось, я знаю. Понятно. Тем не менее, пришёл наш Ахиллес к Гектору не мстить за убитого брата, а бить челобитную. Дай мне своё прощение. Открыть его дам. Ну а ты своё. Простил Гектор Ахиллеса и отправил шнырём за пивом. Короче, учитесь, как пиявить пипы. Это мастер-класс. На самом деле мне пить петрушку. Я сейчас просто пивка попью бесплатно и всё. На этом закончится. Скушал Гук и Ичко, запил пивом и все вопросы рассосались сами собой. Балкон ТВ продолжает своё вещание. Это одно. Погоди, самое жёсткое в свободе, когда вот два астралопитека приедут. А ведь действительно, самое жёсткое. Ещё даже не думало начинаться. Бля, бог. Сейчас сломались. Ну что, блин, ты врод. Доедем, Никит. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Поехали. Мать-то. Так я сам скользю. Я скользю. Давай. Ну, блин. Дай назад что-то. Пишут намордник Эдику. Эдик, давай реально по улице будешь ходить с намордником за бабки. Мы реально заработаем большие бабки. Просто... Я лучше реально... Я лучше смотрю. Я сейчас сяду. Мы убедись-то. Чтоб тебя тварей не было. Такой поганый. Ты позорь всех. Ты всех позорь, тварь. Эдварь, не позорь. Иди. Эдварь. Я сейчас выду, я тебе сказал, я тебе успех. Пистолет достал. Мама родила, на пять минут, чтоб посмеяться. Ты взял тварь, выжил. Это лучший. Нормально? Да, нормально. Да. После небольшого рестайлинга, директор компании VG Link & Co решает угостить своих приятелей шоколадом, купленным на местном рынке. Скушали ребята горькую бельгийскую шоколадку и пошли на балкон, обсуждать планы на день насущный. Как вдруг. Ну почему мне так плохо стало? А что? Это с шоколадки. Сейчас? Да, что-то плохо. Что тебе плохо? Многоокружение какое-то. Ну, мне тоже с вами. Мне тоже с шоколадки. Ну может. Вы тоже с вами искали. А вы искали, я еще не пью, что-то, как говорится. Беловокружение какое-то? У меня что-то в ушах вот такое появилось. Вот-вот-вот. Тоже да, да? Чуть-чуть, блин, записываю. Да, да, да. Типа нормально, нет? Или вот так все, да? Есть такое, да. Поворачиваешь бошку на. Особенно я сейчас на воздух вышел, да? Вот-вот. Ага. Оно вообще, не, Кира, куда-то улетает. День, день, вот, да, знаете. Ну, типа, с фокусом проблемы. С фокусом проблемы не есть. С одиннадцатым. Нет, он с вами сейчас. Я пойду водой топлю. Да, дорогие телезрители. Вы все правильно поняли. Ягол. А тут что, гриф включили? Климат позволяет. Ну, всем, на все, блин. Далее Рауль Дюк, на пару с доктором Гонзо, на протяжении энного количества времени пытаются понять, что происходит и как с этим жить. Я сейчас отошел в туалет. Я просто, блядь, не отношу бы люди были. Шоколадки, блядь. Сука, это все из-за сладкого. Пишут в чате. Это сладкое. Сахар. Да, именно. Сахар. Наша редакция, в лице меня и моей шизофрении, яростно осуждаем бельгийский горький шоколад. Продукцию, содержащую в себе дозу сахара, превышающую дневную норму, а также чайные грибы и, на всякий случай, шоколадные. Блядь, какие шоколадки, блядь, после этих шоколадков. Поможете обольдом лечь чуть-чуть. Не надо, нормально, нормально. Давай, не вот. Да не надо, блядь. Легче будет, я отвечаю. Легче будет. Нет, я серьезно тебе говорю, освежиться надо. Походу, ты насть куда? Блядь. Хорош. Какой-то глядь. Блядь. 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 Тем временем такси уже почти прибыло, а бельгийский горький шоколад из крови нашего трио выветриваться даже не думает. Приобщись с природой. Приобщись с природой. Я вот уже и приобщился с природой. Я беру каждую жизнь, я тебя даю. Период вхождения в непривычное состояние потихоньку оканчивается. И уровень адаптации организма к этому состоянию повышается. А это означает... Ну поехали родимые купаться. Его их прибрало, да? А ведь действительно, прибрало ребяток настолько, что весь негатив и натянутость в отношениях между демоном и Маранди сошли на нет. Отношения между персонажами приобретают новый окрас. Блядь, ты без воды. Охренеть, приожди. Ты сбарился, блядь. Ты спал, блядь. Ты что несешь? Мои у тебя зубы. Что что делать? У тебя зубы. Зато подружился с Владиком. Гришки сближаются. Я первый раз вижу твою улыбку. Никогда не улыбался. Подешево. Рубашечку купим. Рубашечка. И это же тот магазин, да? Да. Сука. Это что? Смотри сколько людей в машине в одной. Нет, это реально. Вот это вот. Вот. Это не люди. Там люди или нет? Нет. Нет, там не люди. Нет, там не люди. Просто не люди. Музыка. Музыка. Как же все-таки приятно наблюдать за тем, как без пяти минут кровные враги гыгыкают, веселятся и проливают пивко, сидя за барной стойкой. Попробуйте. Получше будет? О, мой бог. О, мой бог. Эдди. 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 Далее нас встречает так называемый пляжный эпизод. Тот самый эпизод, в котором все на абсолютных чилычах, под горьким бельгийским шоколадом, загорают на солнышке и плескаются в соленой воде. Хех. Соленый. Спроси у демона. Ему море достаточно соленое. Хе-хе-хе-хе. О, ребят, вот так вот. Вода к парной молоку. Вот сейчас нагло. Вызывка в Нормандии. Фух. Первое море. Фух. Это вообще вещь. Вот знаете, в интернете есть огромное количество людей, которые Линка кроют, на чем свет стоит. Из-за дела, и чисто по инерции. Но у кого язык повернется назвать его конченым гадом? После этих искренних слов со стороны его корешей. Я так давно не видел море. Влад, вообще прелесть. Это реально кайф. Я тоже пойду, Кир. Я серьезно? Вот эти волны, и ты вбит прямо в них ныряешь. На самом деле это классно. Я вот благодарен очень Кириллу. Вот за то, что он привез сюда. Спасибо ему огромное. Кстати, Кира. Ты видишь, я даже стал ей палочку просто в руках наших. Я стал лучше здесь ходить. Намек на то, что ты хочешь в Тае все же остаться? Нет, Тае не хочу остаться. А только за то, что мы сюда приехали. Кстати, это очень поможет. Я так люблю воду. А вот соленая вода. Это реально. Это серьезно. Ты реально наедине в гармонии с природой. Тебе не нужно ничего больше. Надо больше шоколада. Вдоволь наплескавшись в водичке, наша команда возвращается в свою топ-хижин. А тем временем гвоздь программы и звезда всея тайландской Акторий подкрадывается все ближе и ближе. Кирюх, это какая-то жесть, короче. Он на себя все нацепил. Там кольца всякие эти, короче. Потом давай бухать тут в аэропорту. Прям вот так в открытую практически. По факту, что он еще сделал. Короче, я отсел от него, потому что Я говорю, не надо это делать. Мы тем более в Оман летим. Он говорит, ну ладно, я это иду и отсел, и вот. И храпит. На него тут все смотрят. Охрана и так далее. Смотрю я на этого бедолагу и плакать хочется. Плакать от счастья, потому что я, в отличии от него, сижу на удобном кресле премиум-класса. Компьютерное кресло Cougar Hot Rod. Синоним слову комфорт. Облаченный в стильный дизайн, вдохновленный эстетикой автоспорта. Вы только посмотрите на эту красоту. Кресло не только выглядит как часть салона дорогого авто, но и пахнет соответствующей. Но все это касается визуальной составляющей. А что насчет эргономики и комфорта? А тут все еще интереснее. Начнем с того, что Hot Rod имеет уникальный корпус из армированного стекловолокном пластика. Этот прочный, легкий и гибкий материал способен выдерживать максимальные нагрузки и сохранять свою форму, обеспечивая комфорт и поддержку. Конструкция, обхватывающая все тело, обеспечит вам оптимальную поддержку. А эргономичная подушка для поясницы и регулируемый подголовник поддержат голову и спину, сняв напряжение и усталость. А на случай, если сидя в кресле Hot Rod, вы решите на нем погонять, колесики с улучшенным сопротивлением позволят вам скользить по любой поверхности. Так же легко, как и бесшумно. И весь этот гений инженерной мысли, оббитая как кожей премиум-класса HyperDura. В 12 раз более устойчивого к износу по сравнению с обычными покрытиями. Ах да, не мог не рассказать про эту фишку. Благодаря механизму Top Gun, в кресле можно раскачиваться, как в кресле-качалке. А на случай, если устав от покачиваний, вы захотите полноценно вздремнуть, откиньте спинку на 150 градусов и наслаждайтесь комфортом, возведенным в абсолют. Только здесь и только сейчас. С моим уникальным промокодом IST20 вы получите 20% скидку на все кресла и столы Cougar. Настолько выгодного предложения вы больше нигде не найдете. Так что советую поторопиться. Акция будет действовать всего 1 месяц. Ссылку на сайт Cougar, а также промокод со скидкой вы найдете в описании. Самое время подумать о комфорте и благополучии своей пятой точке. Если бы она умела говорить, уверен, за столь щедрый жест она бы выразила вам огромную благодарность. Трахаться с этим дерьмом, находясь под действием алкогольного опьянения, я никому крайне не советую. Вообще, мужичок на инструкторе должен был развернуть компанию сразу после того, как заметил в руках рыжего демона бутылочку горячительного. Но он этого не сделал. Таиланд, хули. Таиланд, хули. Таиланд, сколько людей с этой пушки заварило? Стрелябlü. Таиланд. Таиланд, сколько людей с этой пушки. Стрелябль. Таиланд. 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 еще откусил. Пока Линк и Гук тренируют АИМ, демон пытается уговорить Эдика спуститься вниз с паспортом, так как внизу ожидает машина, которую компания решила взять в аренду. Эдуа! А что мы сейчас пьяные? Куда мы поедем-то? Он никуда не поедет, главное оформить нам эту... Я могу дать паспорт. Ну кто за рулем будет? А? Эдик будет за рулем, Эдик. Когда протрезвеешь, ну, поедешь? Там, там автомод, автомод там. Бибика, сука, забиралка. Нужна компании для того, чтобы забирать сук, это понятно из названия, а также для того, чтобы тратить меньше бутов, чем тратиться на такси. Эдуа, ну как? Эдик, она так не поедет. Дожали таки пожилого вора, да давили. Так, Эдик, давай, только не раскви ее. Давай, назвать сейчас пока. Ты женщина-то уже не сгорел. Сел Эдуард в машину и сгорел. Ну, не полностью, конечно, только в районе ануса. Эдуард, может быть, не стоит? Да, он может сейчас. Подожди, ты ее прогреваешь сейчас, да? Да. Ты ее прогреваешь, да? Да. Не надо. Окей, мы должны тестировать сейчас. И поехали. Пока вор прогревает только что пригнанную Бибику на 40-градусной жаре, владелица Бибики начинает что-то подозревать. Далее начинается плотный попуск пожилого Райана Гослинга. Эдик, давай быстрее, блядь, пока. Она же не поедет так, Эдуард. А что ты сидишь-то? Она закроет двери или нет? Она будет стоять. Давай, лечит. А что? Задняя? А сзади там мотоцикл. Там сзади. Она засомневалась. Эдуард, вы не прошли тестирование. Ваша профанация на. Какой *** прогреватель? Как будто в Москве еще за это пособрана за 10 дней. Ну, ***, ну легко же, Эдуард. Ну где там сложности-то, ну скажи мне. Да ему надо чуть-чуть. Не было сложности. У него времени не было, да? Я же тебе говорю, это японец. Ты понимаешь, что европейские машины, они очень отличаются. После заявления о том, что японская машина, это машина европейская, все вопросы с Моранди полностью снимаются. Компания переходит к плану Б. Как вы уже могли догадаться, план Б, это аренда мотороллера. В этот раз на роль Райана Гослинга вызвался демон. Заведенный байк очень опасен, потому что если ты газонешь, он рванет. Поэтому нельзя газонить. Один бонус за безумный трюк. Этому молодому человеку. Как верно подметил донатер, демон, по всей видимости, решил наглядно показать, что будет, если посадить алкоголика за руль. Проще говоря, решил не ждать, пока Моранди слетит на Бибике в обрыв и перехватил инициативу. Сыной собственной безопасности. Браво. Браво. Экстренное включение с балкона. Кто подставил Кирилла? Чьи подписчики? Асы. Кто словит лящика от вора в законе? Балкон ТВ. Оказывайтесь в курсе самых главных событий самыми первыми. Ну хорошо устроился. Не ремонтируйтесь. Ты хоть копейку дал туда? Сука ты такая, а, тварь. Ты хоть копейку дал. Где твои подписчики? Блядь. Где они? Хоть копейку дали? Ты за 7 счет сюда. Блядь, блядь, блядь. Блядь, 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 блядь. Что ты уедешь там? Тварь ты, блядь, да? Ты за 7, все. За 7 счет здесь метаешься. И ты еще команду все в этой жаре. Тварь ты поганая. Твои подписчики такие, как ты. Тварь, блядь, сука, ебаный, блядь. Ух, блядь, сука. Я фанат демона и созданный им вселенной Тупас Плэш. Топ геймер тоже имеет профит с того, что пригласил вас на отдых. Демон контент завозит. Опять скандал. А ведь только вчера эти ребята кушали горький бельгийский шоколад. И смеялись над морем без воды. Если еще хотя бы один раз они разругаются, я перестану верить в крепкую мужскую дружбу. Надо заходить на хату. После жесткого прессинга со стороны Моранди, демон, от греха подальше, решает выйти подышать свежим воздухом. Да, мне не... Да, ты caught the fish? Извините. Хорошо, удачи вам хороший день. Что ж, наш комедийный сериал начинает потихоньку расперживаться. А сейчас я потребую от вас минуточку внимания. Я уже вкидывал инфу о том, что в сериале появится Никита Литвинков. И тут в вашей памяти что-то щелкнуло, не так ли? Так вот, настало время признаться. Да, это тот самый Никита Литвинков, который кушал борщ с капусткой, но не красный. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков. Кит, ты что, беремен где-то? Залетела? Тараба, что ли, в Амане? Или где? О, что это за хуйня? Месяц четвертый будет, да. Да уж, время не щадит никого. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Да здравствует нижний интернет. От старого Никиты Литвинкова осталось только имя. Теперь Никита Литвинков превратился из глиста Школотрона в Примадонну. Таким образом, в нашей истории появляется новый персонаж, многим из нас, знакомый аж с самого детства. Филипп Еркоров, Кноу. Алла Пугачева. А? Алла Пугачева. Давай. А самая помидорка в том, что это не главный сюрприз, который приготовил нам сериал. Так как вместе с Никитой Литвинковым в коттедж заехал... Анатолич! Хлотненький! Хлотненький! Ты не поверишь, кто приехал? Если по данной вставке вам показалось, что приехал Пахом, нет, это не он. Хоть и очень сильно похож на него. Братишка! Братишка! Чи, блядь. Как поспал, братишка? Это Герман Ягодка. Вечно молодой и вечно пьяный человек-оркестр. Я тоже артист. Можете сказать, подписывайтесь на канал Герман Ягодка, если вам не сложно. Я просто не знаю, что за контент на канале Герман Ягодка. А, это контент, я артист, пою. Подпишитесь и будет мельметь. У меня песня, знаете, какая? Я красивый мужчина, я люблю сосать. Все, спасибо. Ага, ну ладно. Димочка, целую. Бывший участник проекта «Дом-2». Дом-2! Здрасте, Сем. Как вас зовут? Меня зовут Герман. Герман. Уж полдень близится, а Германа все нет. Человек, который снимался в сериале «Не родись красивой». Я бы хотела заказать кофе в приемную. Такой очаровательной девушке, как вы, очень вредно пить столько кофе. Мутил с Ольгой солнце. Но ты же здесь и я на все готов. Рвет сорвется, готов. Рвет сорвется, тонкая сетка, что же ты так ею дурманишь? И даже лизал п***ду Ксении Анатольевне Собчак. Расскажи, пожалуйста, а какая она вкус, Ксения Анатольевна? Кстати, блядь, солененькая. Солененькая? Да. Герман-ягодка, дамы и господа. Герман-ягодка. Не-не-не, демоны я бутики буду. Влад! Зачем? Ты посмотри, кто у нас в гостях. И все. Полагаю, что Герман и Литвинков рассчитывали на более радушный прием. Но имеем, что имеем. Ты меня разбудил. Нет, 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 не буду. Кто? Где ты? Какая х**а? Какая прессия? Утро. Никита Литвинков решает немного выпить. И начинает демонстрировать публике гомоэротические авангард-этюды. Ой, Герман, ты хоть снимаешь? Да. Ты хоть матери моей отправь. Она будет счастлива. Не успел Никита Литвинков и глазом моргнуть, как бутылка виски была высосана им подчистую. Алкоголь в больших количествах сам по себе это очень плохо. А на больную голову и аптечные препараты так вообще пиздец. Где она? Че тебе надо? Ты вообще сам не понимаешь, че тебе вообще. Ты жизнью опущенный. Ты жизнью обиженный. Собственно, этим пиздецом окружение Никиты Литвинкова и наслаждалось до тех пор, пока Никита Литвинков не з***ал свой организм до такой степени, что он решил уйти в спящий режим. Никита Литвинков засыпает. Просыпается мафия. Расклад сил на поле боя меняется. И те, кого он совсем недавно за***ывал, начинают за***ать его. Нет, это бассейн. Это бассейн. Можно его... Я не знаю, что это бассейн. Ты на море. Эти кадры, кстати, даже успели облететь огромное количество новостных СМИ. С заголовками в духе... Никиту Литвинкова держат в заложниках. Люди добрые, что творится. Вполне возможно, что вы их даже видели. Вот, собственно, теперь можете узреть эту картину целиком. Никита пытается подняться и вдуплить, почему в помещении идут проливные дожди. Но... Бам! Залитый бутылкой виски не позволяет ему это сделать, постоянно прибивая Никиту на полежать. Падающие люди. Классика жанра. И все бы как бы ничего, но падая, Никитос повредил не только стол и все, что на нем стояло, но еще и свою руку. И повредил он ее. Ой, как не слабо. У него рука, 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 рука. Ну, зато Никита протрезвел. Даже в самой неприятной ситуации нужно уметь искать плюсы. Директор, придя на место преступления, приходит в закономерную ярость. Дебила! Ну вы же технику, сука, заливаете мне! Да кому-то... Придуй! Блядь! Вот тут вот, скорее! Скоты! Мы тут стояли, он сам... Уебу! Блядь! Сука! Никита! Блядь! Сейчас потерял... Оп! Мать! Ну все, он сейчас отведет, ему надо помочь, блядь! Потеряв достаточное количество пораженной таблетками и алкоголем, Никита окончательно протрезвел, и понурый кучерявый уволень превратился в ходячую 105-ю. Блядь, какой-то один нашел. Никита! Ну возьмем мы тебе трусы, подожди-то! Убери свой... Блядь! Пока все вокруг гасились от Мадонны, смотрящий за коттеджем, решил таки поставить агрессора на место. Слышал? И по воровскому... Ну-ка на место все, быстро! Быстро! Ты просто пил, блядь! На место! Че ты мне... Ты мне еще бижутерию, Сома? Да мы починим ее! Ты мне... Ты мне сорвал бижутерию? На место эти все бижутерии, так быстро! На место быстро! Давай иди! Да мы сделаем тебе... Ты мне че бижутерию мне поломал? Да мы сделаем тебе еще одну... Я не знаю, что ты мне сделаешь! Он че мне бижутерию поломал? Починим тебе бижутерию, с*** ты! Мне не надо в прошедшем времени, мне в нынешнем... В нынешнем, в нынешнем! Обезоружив Примадонну, компания решает скататься в город. И с этого момента стартует самая интересная арка данной истории. Герман Ягодка начинает раскрываться. Я извиняюсь, мэм... Доги, доги стайл! Доги стайл! Откуда? Заткнись, дебил, блядь! Че ты несешь? Какой... Какой... Доги стайл! Какой... Герман, не говори только... Какой... Доги стайл! Ты че, дебил? По-английски... Собака! Нет, просто... Дог! Это док! А, док! А как ты сюда? Доги! Как туда? Ну, стайл? Доги стайл! Я не знаю, мне девушка всегда говорила... Доги стайл, типа... Братик, ты можешь дежать? Ой, дусы! Смотри, смотри! Сука ты, блядь! Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари! Можете... Да, да, да. О, за три наши, наши, наши! Смотри, на... Сука, дебилы... Дерутся 28-го наши! Биджей Линку, по всей видимости, подвыпившего Германа оказывается недостаточно. Посему он покупает аналог горькому бельгийскому шоколаду в виде горького бельгийского кексика и вручает его Герочке. А ему будет... Да, п*****. Будешь? Пускай ест. Не, я не буду. Герман, ты без... 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 аллю-аллю. Аллю-аллю. А сейчас будете купить. Давай, вам. Вкусно? Мам, будь? Попробуй. Куда? Герман, не ешь всё. Ну, не ешь всё. Ладно, всё, вот, полови. Положи в карман. Карман. Воровской надо положить. Hello, I'm sorry. My name is German. Two-biz beer, aah, parly... good. Какой нахуй, two-biz? Ты чё, дурак, что ли? Чё это за слово, two-biz? Индонезия, Таиланд. Какой? Это, это, это... Спасибо, спасибо, спасибо. Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся, пожалуйста. Не, я там здесь не нормально, я тут всё ещё... Two-biz. Какой? Two-biz. Two-biz. Сейчас на своих экранах вы наблюдали экспресс-урок английского языка от Джермана. Доставайте блокнотики и готовьтесь записывать новые коронки, которые определённо точно войдут в ваш лексикон. Такого будет... Да и больше. No money, no honey. Правильно сказал, да? Приехав на пляж, ребята решают поменять повязку на руке Никиты и приходят в ужас от увиденного. Линк переживает за руку Никиты. Никите п*** абсолютно. Демон считает донаты, а Джерри хочет прыгнуть с парашютом. Всё это происходит параллельно, а звучит и выглядит примерно так. Ёлб, идёт уже пять часов, блядь. Он от потери кони двинет. Ладно, поевать. Блядь, он завтра с***ет, и нас, блядь... Вы знаете, что с нами будет? Если он... Вы знаете, что будет, если он с***ет, блядь? Вы знаете, что будет? Ну, нас посадят, блядь. Кирюх. Пойдём в аптеку, в аптеку, пожалуйста. Блядь, короче, вот, у меня кусочек остался, я вот сжираю, да? Стоять! Не надо! Какая тут вера? По каким канонам? Буддизм. Постанов. Лети, лети. Шарбат шейф! Тихо, успокойся. Я не знаю, ты, блядь, сырил, что ли, там, блядь? Я не знаю, что за звук! Ёб, мать! Тише, тише, тише! Воу, воу, воу! 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 Блин! Вот это, блядь, это... Это, блядь. Я вообще думаю, не страшно. Пожените. Я, короче... Объебался. Ну, как тебе? А? Выбирая между полетом на парашюте под грибами и здоровьем Никиты Литвинкова, Гера перед выбором даже не стоял. Но, справедливости ради, в травмпункт Никиту все же оттащили. Десять тысяч батов. Зашить? Да, зашить, да. Зашить? Пошли, блядь. Пойдем. Пойдем, мы сейчас, мы все сами... Мы все сами сделаем, сами зашьем, давай. Так, а почему мы в аптеке не можем купить... Ты что, сам хочешь зашивать? Ну, а... Слушайте, на моем институте все хорошее, блядь. Смотри, мы сейчас, мы, 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 мы уже все взяли в аптеке, мы его перевязываем, мы его перевязываем. Теперь, если к утру будет плохо, мы, мы поедем. Я со своим малокровием кровь терял. Не то, чтобы много, но и не сказать, что прям мало. Ощущения необычные. Холодок по конечностям и извращенно приятное чувство легкости. Порой даже дух перехватывает. Вот смотрю на Литвинкова и понимаю, что чувству легкости он отдался на все сто. Всрато потанцевав и вкусно покушав, ребята возвращаются домой. И забив железобетонный хуй на травму Примадонны, ложатся спать. В эфире программа СМАК, кто-то не передал пускай. Какие у тебя стринги, ты на все что-то, смотри, облегай. Это не стринги, блядь, 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 на кладки-то, чё ты, блядь. Ну, конечно. Новый день начинается с того, что раненого бойца за кайф всё-таки решают отвезти в больничку. Влад, можешь объяснить женщине? Пахча... Да подожди, блядь, заболись. Я говорю, ну а все, а? Ладно. Объяснив на пальцах весь ужас ситуации даме, сидящей в регистратуре. Вот мой френд, рашид мой, Никита Литвинков. Компания отправляет Никиту в нужный кабинет. И дабы скоротать время, направляется в парк с обезьянами. О, смотри, она бутылка. Что? Нет. Дай. Блядь, чё, нахуй, блядя. Подожди, она открывает голову. Откуда она? Да, красави. Алтолку. Нет, нет. Это наша дошипка. Мы её убежём. Забудьте, блядь. Жирный, не туда. Блядь, Герман, помоги, блядь. Помоги! Билл, иди. Что ты сейчас у меня трогаешь песни, блядь. Да иди туда. Смотри, 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 что делать. До конца пьёт. И нравится же. И нравится же. Да снимай. И нравится же. И шухлама, кока-колы. Нас пьют даже обезьян. Чем вы хуже? Вдоволь наигравший с братьями нашими меньшими, Демон и Герман решают устроить гонки. Но не простые, а с лёгкой ноткой припизди. А тут могут быть какашки? Нет. Поехали. Поехали. Три-два раза. Вот так. Куда быстрее, ты видишь, что тут. У меня голова кружится. У меня голова кружится. На ногу, блядь. Дашень, это мой телефон и 26 бат. Бля, горячо. Кирюк, вот так, держи. Горячо. Герман! Более красочного завершения прогулки не придумать. Казалось бы, ещё одного придётся зашивать. Ай, нет. Герман тёртый калач. Пока с горочки катился, даже не вспотел. Мы живыми не вернутся, аха-ха-ха. Такой обезьяны ещё не видяли, аха-ха. Такой обезьяны ещё не видят. Ну, ты какой же клеток, почему не пропустил. Самое время ехать за Примадонну. ВИЧАРА ПУКЕТ ХОСПИТАЛЬ. ВИЧАРА! Покажи ему. ВИЧАРА! Да покажи ему. Ну, я ему показал. ВИЧАРА ПУКЕТ ХОСПИТАЛЬ. Ну, ещё раз мы должны бледить. Зашили нашего бедолагу. Стал совсем как новенький. Осталось только заплатить за услугу. Но мешает это сделать пресловутый языковой барьер. Зачем нам ждать? Да. Я нифига не понимаю. Номер 40. ВИЧАРА! Ай, жара! Мой номер джерман. ТУБИС! Воскресенье, не понимаю. ТУБИС! С горем пополам вопрос был закрыт. Покушав в очередной забегаловке, компания отправляется домой. А теперь, дамы и господа, готовьтесь надрывать свои животики. Так как сюжетная арка под названием «Джерри Берри» стартует прямо сейчас. Как вы уже могли догадаться, машина секса по имени Джерри заведена и готова выйти на охоту в поисках ням-няма. Это совершенно мультимиллиардарь. Чикен Магнагет, как говорится. Эй, Газпром! Идем в Газпром! Искать ням-ням на улицах Патонга оказалось делом изнурительным. Посему компания едет домой. Но! Но! Вызывать ночных бабочек в ночной коттедж никто, кроме Джерри, не хочет. Посему, Линк просит Гука выгулить Джерри, чтобы тот потрахался где-нибудь за ближайшим мусорным баком. Жертвы найдены. Прицел настроен. Джерри видит цель. Джерри не видит препятствий. Это если что он про поваренную. А я напоминаю, что Линк. На такое развитие событий никак не рассчитывал. А Джерри? А Джерри, пхуй. Джерри, не остановить. А, иди сюда. О! О! Шугаринг! Обстановка в помещении начинает накаляться. Здесь запрещено тебе снимать. У вас колпаки слетают, блядь. Вы сами это не знали. Гок, ну ты даешь. Ну, пи***ь, привез его, я... Блядь. Не надо было. Привез его. Сейчас он будет орать, блядь. На ней балкона. Там кредит пути дали, блядь. Я думал, как-то надо привезти. Было же понятно. Писи, 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 опять. Нет. Я как раз выбивал, чтобы дали больше денег. И вы поехали по улице, а не сюда. Вот. По улице? Да. По улицам. Вы должны были по улицам походить, потрахать там на месте. Но не сюда везти. На этих словах Гук и Джерри на пару с проститейшенами выпи***ваются из помещения. Ну, просто кирюхом. Спасибо большое. Очевидно, провафлившийся Гук вызывает таксо и везет всю грядку в ближайший отель. В голосе Джерри прослеживаются нотки отчаяния. Но, в общем и целом, он не унывает. Правда, как он Леди Бою Куни Миленгум делать собрался? Вопрос, конечно, дискуссионный. Бабки, мани, мани, но проблем, но проблем, мани, мани, до пищи. Приехали. Конечное. Вдруг Германа осенило, и он решает задать крайне своевременный вопрос. Блядь, ребят, надо сказать им сейчас, что у нас денег не хватает на них, или потом, типа, к утру, что думаете? Пока Гук и Герман выясняют, где деньги Лебовский, одна из кисть-пись, дает по тапкам. Обсуждение денежного вопроса с параллельным тыканьем друг в друга пальцем продолжается. Вслед за кисяписей уйти решает уже Гук. Решает Гук, решает, да все никак решить не может. Тем временем из душа выходит оставшаяся проститейшн, и недвусмысленно намекает Джерри сходить подмыть свою жопу. Подмыл Джерри жопу, вышел весь такой красивый. Да, это татуировка. А тут... Топ-10 аниме-предательств, попавших на камеру. Я, сука, тебя сопровождаю, я тянь тебя на пол. Подожди, ты у тебя, ты сам сказал, что две тысячи осталось. Тебя, сука, должны были быть две тысячи. Я все свои книги отдал, блядь. У меня Кирилл все забивает. С Кириллом убил. Че, ну, лохов? Нормально, блядь. Гук левает с позором, оставляя Джерри с полторашкой в кармане в абсолютно незнакомом городе совершенно одного. Ну, как одного. С острым желанием п***аться и полным незнанием местности, а также местного языка. Нелогичные решения Гука поражают с каждым разом все больше и больше. Подойдя к первому встречному с просьбой закурить, Джерри, как по взмаху волшебной палочки, сразу находит с ним общий язык. Леди, леди, да, сегодня? Леди, леди. 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 Бам-бам, да, да. Бам-дам. Сколько? Окей. Харри, тубис хач. Нет, они, я. Тубис, сколько стоит? Харри, это, рама, ну. Да, я вам показал, леди, бум-бум. Бум-бум, а, и... Ладно, не находит. Но очень сильно пытается. Хач тут, да, макрофон, сколько? Да, гам-дам, бам-бам. Леди? Да, леди. Нет, леди. Нет, леди, леди. Леди? Ну, ладно. Страшно, блядь. Пара незамысловатых фраз и прямой трансфер да бум-бум-ням-ням обеспечен. Тубис, пластитушен? Да. Пластитейшен? Вот, на макрофон. Есть пластитейшен? Да. Я люблю пластитейшен. Тубис, да, органы, сердце, кровь, да. Я х***, я алкаш. Да. Нет органов, нет органов. Эй, блядь, куда едем? Ты что? Нет хач. Нет хач. Да. Нет хач. Окей? Окей. Секьюрити, пи***. Нет денег, нет хач. Нет денег, нет хач. Да. Блядь. Какая же это все-таки смешная х***ня. Мча навстречу приключениям, Германа внезапно посещают мрачные сомнения. Я извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Нет криминала, нет криминала. Я извиняюсь. Я не... Нет хреста. Я... Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, леди. Тайминги у Германа п***дец, конечно. Моё почтение. Криминал не криминал, думать уже поздно. Хеллоу. Ой, бля. Не знаю, как вы, дорогие телезрители. Но смотря это в прямом эфире на стриме, мы с чатом делали ставки. Когда же Джерри п***к убнут? Я извиняюсь, банда Якудзо? Хеллоу. Якудзо? Я Джерри. Нет банда? Нет Якудзо. Нет Якудзо? Все, по-моему, не Якудзо. Нормалды. Триада? Да? Хеллоу. По-моему, там добрые пацаны. Далее идет затяжной процесс переговоров в стиле Джерри. Фанат, у тебя хоть бабки есть? Тебя же ща просто отмудахует, они уже знают, ты полный конч. Завтра найдем твое тело без почек на пляже с пасеком. Я, эээ, тубис, эээ, косайд, косайд, окей? Ты конченое существо, никто не понимает, блядь. Все, у меня нормально понимают, за тысячу не хотят, блядь. Справедливо возразил Джерри. И, несмотря на предостережение публики, продолжил переговорный процесс. Ютубер, стар, стар, я стар. Я, пожалуйста, дай мне, леди, ну, закосай, а? Ну, по-братски, ну, ради Христа, а? Я, ля-ля-ля-ля-ля, ну, письми. Скилл-чек на бартер таки прокнул. Бум-бум, закосай? Я Джерри. Ну, поехали. Мы к леди-бою какому-то едем. Хорошая, наверное, женщина. Тот же мужичок привез нашего Казанову в другое место. Но и там Джерри с его косариком вежливо послали нахуй. Ну, тубис, ну, я пойду туда тогда сам. Все, пока. Все, пока. Наш одинокий путник отправляется в пешее путешествие. Хачи-вачи. Хачи. Че там, хачи? Вауч, вауч, хачи. Есть? Тодей? Че-то я неправильно сказал, да? Я проститушен, проститушен. Хачи-вачи. Знаете, в такие моменты я даже рад, что в этом городе Джерри никто не понимает. Окей, мой номер, я фэшен, фэшен, окей? Я ютубер, ютубер, русский, русский. Ну, хуй, его знаете, блядь. Я синий п*** не знаю уже по какому п*** английскому говорю, короче. Я заф***ался, блядь, с этим английским. Я извиняюсь, леди. Гоу, бум-бум. Шакира, Шакира, Шакира. Та-да-да-да-да-да-да. Не все прохожие женского пола являются проститутками. Мысль вроде очевидная, но... По всей видимости, не для всех. Если бы я лично никак не взаимодействовал с Джерри Берри, я бы подумал, что он прикалывается. Нет. Ни х*** он не прикалывается. Любовный квест Джерри продолжается. Скитаясь по темным улочкам Патонга, Джерри встречает женщину в красном. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Меня зовут Джерман. Вейкоп, пап. Меня зовут Тубисо. Туки. Туки, 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 туки. Окей? Бум-бум. Ну вот оно. Вот оно. Вот его имя. Вот. Сей, Бабло, 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 Бабло. Окей, окей. Еще и отчаявшаяся попалась. Скидку сделала. Дешевле только даром. Давай, Джерри. Я в тебя верю. Окей. А, ну окей, ну окей. Это ням-ням, ням-ням. Нет. Дети, во. Нет, я Джерри, я детям, дельфины. Ням-ням. Ну, бедным помогаю, короче. Это еще я не дам. Хотел, где? Хотел. Вот, вот, вот. Есть сегодня. Несмотря на то, что мы с Джерри говорим на одном языке, тут его даже я не понял. Да, хотел. Хотел, хотел, где ты манией? Не манией там. Не, 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 не. Не, а там, а, кидз, ням-ням. А они, ааа, пицца, папа. Ты там, это. Они, ням-ням. Скорее всего, это отсылка на реальный случай, произошедший с Джерри. Папа, купи пиццу. Пиццу? Папа денег заработал, папа может и пиццу купить. О, крутая пицца. Ассорти. Хайфовая. Как-то раз он нереально расщедрился и купил своему сыну пиццу красная цена. Затем, придя домой, сожрал ее сам. А на утро люто продрестался. Но, учитывая его текущую геолокацию, где ням-ням, это завуалированное обозначение оральных утех... Бля... Окей. Батон. Батон. Какой батон? Пошли в батон, да, давай батон. Хеллоу. Путин, бутин. Путин? Алаве Путин. Кого Путин? Путин, что Путин? Путин, бутин. Путин, какой Путин? Путин? Путин, бутин. Отель и... Гоу, отель. Гоу, отель. Гоу, отель. Так много вопросов и так мало ответов. Если вкратце, что здесь происходит? Джерри таки снял какую-то пожилую дисконт-проститутку, а где ее услугами пользоваться, Джерри не подумал. Вот пожилая кися-пися и спрашивает. Мол, а куда едем-то? А Джерри... Джерри Берри. До в отеле. Да, сколько он там? Где? Ну окей, окей, отель. Хач, ду, ду. Хач. Хачи сколько там? Хачей. Да, не надо. Не по тук-тук, да? Подожди. Ну, тук-тук. Это... Окей, поехали. Бай-бай. И с тудей. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Джерри следует поспешить. А то, судя по звукам, бабуся вот-вот кони двинет. Да. Это шамам. Пока мы с вами страдаем синдромом отложенного дня, Джерри Берри берет от жизни все. Здесь и сейчас. На самом деле, лишь на первый взгляд это может показаться чем-то притягательным. Чем-то. К чему можно испытать белую зависть. На самом деле, тема гораздо глубже и является дискуссионной. А пока мы с вами тут пхотели, нашу сладкую парочку уже куда-то привезли. Это моя баба, и я ее буду трахать. Ага. Какие п***ь, этот отель стоит столько же, сколько с тобой потрахаться, наверное. Отдам бабусе должное. Губа у нее далеко не дура. I am doggy style. Чак-чак-чак-чак. Чак-чак-чак-чак-чак. Доги-доги-доги style? Доги-доги-доги. Ага. О, найца, найца. О, найца, найца. От ночной бабушки начинают исходить недвусмысленные сигналы из серии «Как же ты меня з***ь». Но пока она даже не подозревает, что ее ожидает в ближайший час. Бля, она еще хромает. Обойдя стойку регистратуры, Герман почему-то сразу направился к лифту. Я уже не пытаюсь анализировать действия Германа с позиции логики. И вам, дорогие дамы и господа, этого делать не советую. Это бессмысленно. Гоу-гоу-гоу-гоу. Чики-тики-тики-тики. Да, да, номер. Да, чики-тики. Ну, гоу-гоу. Вы думали, они поехали на ресепшн оплачивать номер? Вот и я так думал. По факту они потерялись и стали ходить по этажам кругами. Кися-пися, играя в угадайку, тыкалась в каждую дверь в надежде найти тот самый номер. А Джерри? Джерри Берри. Герман – это лучший завоз. Да, Герман продолжил водить проститутку по отелю, кругами ожидая, не пойми чего. Настоящая машина контента и гуру комедии абсурда. Съемки в проекте «Дом-2» дают о себе знать. В квартире? Ну, пойдем, касса, касса, касса надо. Ты не хочешь comprar,аешь? Касса, без карт. Бına каб страшно, бабки. Да, да. Тудусь? Не, ну так не по любви, бум-бум. Окей. Ну, а кровать там, ну типа, бум-бум, красиво. Но ты манниформи, 1000 бат. Гоу, боу, манни-хани возьмем. Я так не хочу тебя езжать, блядь. Герман еще никогда не был так близок к успеху. А, это... Верю рум, пойдем, гоу, гоу, снимем, бабки снимем. Верю рум. Да я не буду тебя трахать где-то коляске. Где ты думаешь? Я тебя по любви хочу. I love you, I know без секса, майда-крафон. Пойдем, гоу, чекан, этот, чекан, ес, ес. Я не знаю, из какого сплава выкованы нервы данной миледи, но, блядь, какой сюр. Ты без нишмара, ты без миледи. Миледи, миледи. Ага, такси. Понял, ты на такси уедешь от меня? Да, дай мне мне такси, гам. Что она говорит? Верю рум, сейчас тубис возьмем, окей. Миледи. Миледи. Что? I'm sorry. Прости. Киса. No, no fuck you. I love you, kiss. Please me. Non-be-hours. Водил Герман проститутку вокруг отеля целых 40 лет. А придя на ресепшн, узнал, что свободных мест у них не осталось. Hello. I'm sorry. Halle, Halle, my name is Sandali. Please. Not here, not here. Not here. Not here. Not here. Shut up, not here. Not here. Fuck you. Fuck you? Fuck you? Пойдем дальше тогда, да? Я помню, как все угорали с комедийных ролей в исполнении Зака Галифианакиса. Знаете что? Я специально перед съемкой видео посмотрел трилогию Мальчишника в Вегасе. И ни один из этих трех полнометражных фильмов в подметке не годятся одному дню, проведенному с Джерри Берри. Найдя кисяписю помоложе, Герман совершает ту же ошибку, что и в прошлый раз. Вот только в этот раз все закончится. А впрочем, не буду портить впечатление. Спустя энное количество времени, бессвязного набора слов устойки регистратуры Работники мотеля вновь отказали Герману. Герман все так же не сдается. Данная представительница древней профессии, в силу своего возраста, имеет более вспыльчивый характер. Поэтому она забивает хер на нерадивого клиента и уходит в неизвестном направлении. Но Герману плевать. Гегман тгахаться хочет. Понимать надо. Поэтому Герман продолжает практически преследовать ее, даже не задумываясь над тем, что он делает что-то, мягко скажем, не очень хорошее. Дай мне, пожалуйста, мою девушку. Хали-гали. Что хочешь, киса? Киса, ладно, ладно, ладно. Окей. Э, зая, слышь, ты, б***ь, а не набирай, слышь, у меня денег-то не так много. Что, б***ь, на десятерых детей, что ли, берешь? Аэм, тоненькая, куда ты столько б***ь берешь-то? Аэм, секретта. Да, не надо вот этого. Что, еще двадцатку? Давайте пожрать. Да какой касатель, б***ь, б***ь. Мэн, плиз, окей? Вот, все, взял, вот, двадцатку. Да линк? Да я им сори, блин, ну отель, ну мы не п***ем все. Да, Герман до сих пор думает, что его ведут п***аться. Я по-тайски не бум-бум. Ха, поняли? Бум-бум. Но я все равно понимаю, что здесь происходит. Проститутка под конец рабочего дня решила обслужить еще одного клиента. Но этим клиентом оказался Джерри. Осознав, что Джерри, так себе клиент, проститутка направилась домой. Но клиент начал ее преследовать. Дай мне! Да, сегодня! Сама иди туда. Первая. Аэм? Да ну нахуй ты! Мне страшно. Дойдя до своего дома с мутным руссо-туристо на хвосте, Кися-Пися относит продукты домой и выходит к Герману. Но есть одно но. Мирного решения не будет. Она идет за мной. Расклад сил на поле боя меняется, и теперь Герман становится Кися-Писей. А Кися-Пися, заняв место Германа, играть с Ягодкой не намеренно. Ну, хотя бы сейчас Джерри начал хоть что-то понимать. А теперь вопрос знатокам. Насколько Джерри успел сгибать тайскую проститутку? Ответ? Внимание на экран. Ребята, русские, помогите! Русские! Как она-то, блядь, резко появилась! Я говорю, пста, короче, мне. Ну, вау, блядь. Она там колокольчик сделала. Ах, ребят, ребят, надо с**оваться. Убежав от разъяренной проститутки, Джерри продолжает свои скитания. Находит каких-то эскортниц отечественного производства. I'm sorry. My name is German. Do you wish from? Да, жерри. А, вы русские? Включает шамана-британцам, бухающим на пляже. А также ведет политические дискуссии с рандомным канадским дедушкой. Владимир Путин, молодец. Владимир Путин, молодец. Молодец. Политик, лидер и боец. Путин, окей. Окей? Окей. Окей, окей, конечно окей. Ночь закончилась почти без происшествий. Начинается новый день. Несмотря на то, что под конец своей прогулки Джерри так ни с кем и не переспал, ему удалось выжить, оставив свои органы при себе почти в целости и почти в сохранности. Еще и каким-то образом нашел дорогу домой. Вот что шаман-животворящий с людьми делает. Чапачан подъедет, может девчонок сюда позовел. Познакомимся. Когда Герман подъехал к коттеджу, компания к тому моменту уже проснулась и решала, как будет проводить этот день. На повестке дня найти женщин и пригласить их на чашечку кофе. А помочь в этом компании вызвался подписчик ВиДжейлинка и Демона. До этого со стримами и нижним интернетом, знакомый лишь в качестве зрителя. Данный курчавый неофит по прозвищу Галкин уже совсем скоро взлетит на Олимп, затмив собой многих старичков. Но это будет позже. А пока... Я Устин! Компания понимает, что с дамами лучше встречаться на нейтральной территории. И направляются в ближайший ресторан. И тут начинается эпизод, который можно обозначить как мастера пикапа. Один из мастеров это Герман, не успевший отойти от своих последних приключений. Второй это Линк, решивший тряхнуть гиалуроновым стариной. Можем в Север-Левене закупить сын, посидеть на пляже на песке. Можно какой-нибудь Макларен на 12-летний день. Но я сразу говорю, я без трусов, мне может песок запасть куда-нибудь. Увидев наше дуо, девушки, по всей видимости, немного приуныли. И всей грядкой направились в толчок. По счастливой случайности Линку в тот же момент приспичило поссать. Девчонки, я тоже в туалет, кстати. Пописывайте. Он занят? Нет, не знаете? Занят, занят. Тогда я пописываю куда-нибудь. О, вот сервис. Мы сегодня будем петь печеньки. Да? Клуб какой-нибудь русскоговорящий. Да, сходим, передадим. Надо будет. О, я после тебя зайду в туалет. Дальнейшее каши не оставил вроде. Хотел укупать капельки какие-то. Топ геймер ин зе ворлд, дамы и господа. Топ геймер ин зе ворлд. Осознав, что дело пахнет керосином, самая ушлая из трех мадам прилипла к Галкину, забив хер на своих менее стройных подруг и оставила их плестись где-то позади. На радость Джерри и Линку. Он начал свой бизнес с рыбок, которые объедают ненужную плоть с ноги. А, в аквариумах? Да, вот. У меня тут тоже, да. У него есть огромный аквариум. Выражение лиц сие особ говорит само за себя. Зайдя в караоке-бар, Джерри и Линк начинают обхаживать заскучавших дам. Но выходит у них это как всегда. Поэтому на предложение потрахаться, одна из кисть-пись выдвигает встречное предложение, подразумевая однополую связь между Джерри и Линком. Осуждаем, не одобряем. Не в силах выдержать поток качественного контента, мадамы встают и покидают помещение. Ребятам ничего не остается, кроме как выйти на улицу и попытать удачу уже там. И снова здорово. Меня зовут Дерман. Я русский бизнесмен. Вилла, бассейн, Кемали. Деньги нет проблем. Ну а что ты с ними там будешь? Тебе не даст Эдик на его кровать соблять. Я на свои тоже. Демон тоже. А под лестницей ты их тоже не хочешь. Ну и правильно. Нет так нет, че сиськи мять. Подумал Джерри. Но пройдя буквально 100 метров, информация по теме из головы Вайлдберриса выветрилась. И рефлекс дохакивать всех и вся вновь взял над ним Вера. Перейдем. Здравствуйте. Меня зовут Дженни. Продолжение следует... Это вилла Камала. Привет. spice. Какой назван Хачдуиду? Что? А, ты сладости что ли поедешь? Всё, да, две трещи, бум-бум. Ну, полная ночь, да, до утра она у нас. Сколько радости в этих залитых спиртягой глазках. Осталось задать контрольный вопрос и дело в шляпе. Леди или... С кувалкой? Леди бой? Нет, нет, нет. Во время диалога компания решает зайти в бар и пропустить пару стаканчиков. Пока к данной особе едет группа поддержки. И, казалось бы, ну что здесь может пойти не так? Герман, ты Негрони со мной выпьешь? Пихи-пихи. Ааа... Айбай, в Райтнам, Негрони. Ни... Негрони. Негрони коктейль. Ааа, Рони. Коктейль. Коктейль. Негрони. Окей? Негрони. Нигрони. Н... Ааа, Рони. Негрони. Негрони. Негрони коктейль. Он не понимает. Негрони коктейль. Негрони. Негрони. алкогольного коктейля не грони в меню данного бара по итогу не оказалось дождавшись таки лысую черную женщину компания загружается в йоба мобиль и направляется на свою виллу по пути врубая кися писем свой топ плейлист я понял это не это песня шага да ты че ты делаешь пригнав коттедж джерри и линк оформляют кися писем фирменный рум-тур в своем непревзойденном исполнении вы были мы будем будет у меня будет до цены на сфере будет мэйбер мэйбис квертин и посмотри вога оффин холода и поднявшись наверх в комнату жениха киси писи начинают машнить на линка из-за включенной камеры кися с мая рум просто май фэмили пути почувствовав что и в этот раз бум-бум ням-ням может обломаться линк пытается разрядить обстановку киси 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 пися вскоре трансляция была поставлена на паузу аудитория затаила дыхание в предвкушении эпического рассказа и приготовилась смаковать все детали в подробностях но зайдя на вновь запустившийся эфир их ждало разочарование обузвали потому что ты просил я как у того а у блять я же не надо было говорить что вы через полчаса можете поехать короче какая у меня произошла что я даже маша не изменил считайте ну короче чё она крылья с презиками да блять как тебе пришел и попросил презик ты говоришь нету реально как студенты короче блять сняли проститута капризиков не подумали вы давайте спать тут-то да да все начинаем а вы бэк визма еще открыт что ж у меня для вас две новости хорошая и плохая плохая видео уже подходит концу хорошее продолжение тайландской истории находится в разработке и выйдет совсем скоро изначально это было одно огромное видео длительностью под 4 часа но дабы не мучить вас и свою многострадальную жопу мне пришлось разделить материал на две части но если вы из далекого-далекого будущего то вторая часть уже находится на канале следующей серии вас ждет еще больше джерри еще больше знакомых был в кадре я блять какой блогер для популярная личность а это обычный пацан тачанин и мы тут с ними на одном уровне россия лучшая страна новые персонажи и их раскрытие и салду и лайк мопин а также преследование криминал и даже заключение в тайскую тюрьму я считаю что нужно организовывать спасательные операции чтобы пришли этого серёженьку блять от или спасли германа виджелинкой кого там еще кто где он пишай блять потому что но это захват заложников по сути это рабство в 2024 году это нонсенс какой-то обязательно подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчике чтобы не пропустить продолжение а также пишите в комментариях как вам данное видео критика также приветствуется если будет конструктив я его прочту и прислушиваюсь если это поможет улучшить финальный материал я всегда за отдельная благодарность моим спонсорам на бусте чьи имена вы сейчас видите где-то на экране переходите по ссылке в описании пополняйте их ряды при этом получая эксклюзивный контент без цензуры за который youtube бы меня забанил нахуй также подписывайтесь на мой телеграм-канал канал с нарезками для стримов и приходите на прямые трансляции которые проходят на этом канале всем огромное спасибо за просмотр а с вами был илья кулич удачи